Автомойка на улице Яна Фабрициуса, вернее целый автокомплекс-хаус. Объект предлагает автомобилистам комплекс услуг, в том числе гарантирует профессиональную полировку и не просто мойку, а химчистку машины. А вот насколько профессионально и чистоплотно предприниматели ведут свой бизнес, проверили специалисты городских управлений Саха и Водоканала во главе с первым вице-мэром Мугдином Чермитом. Ситуация здесь оказалась из ряда вон выходящей. Автомобили с мойки выезжают чистыми, а вот ливнёвки остаются забитыми опасными отходами. И определили данный факт специалисты невооружённым глазом. Выгребная яма оборудована в одном из боксов автомойки. Её содержимое прямиком попадает в канализационный коллектор. Во-первых, надо отключить воду, потому что у них системы очистки воды нет. Не выполняются требования 7-го федерального закона об охране окружающей среды. Не выполняются требования 74-го федерального закона о воде и водных ресурсах. Не выполняются требования Санпина по системе рекультивации воды. Нет у них очистных как таковых. Этот пункт бизнеса работать не может, потому что они сливают нам в ливнёвку и в канализацию неочищенные стоки. Спрос с автомойок особы. Ведь здесь используются специальные химические средства. Все автомойки должны быть оборудованы системой очистки воды, которую можно использовать повторно. Но таким образом организуют свой бизнес единицы. Вот и здесь замаскировали след преступления ту самую выгребную яму мусором, который, судя по всему, копится неделями. Договоры на вывоз отходов и на водоснабжение у предприятия формально имеются, но со сторонними, а не муниципальными организациями. Доказательством же того, что сброс хозяйственно-фекальных вод на данном объекте происходит, стал и этот ручей на самом въезде на автомойку. Каждая автомойка – это источник проблем. Источник проблем в экологии для города. Поэтому другого подхода не будет. По поручению главы города мы проверили все 188 таких объектов бизнеса. Это шиномонтажки, это автомойки. Поэтому если кто-то будет работать вне рамок закона, вне рамок градостроительного кодекса, вне рамок СанПИНА, то его ждёт такая же участь. Они работать не будут. Разбирательства с автомойкой на Яна Фабрициуса на этом не завершены. Ко всему прочему выяснилось, что объект базируется на территории Сочинского нацпарка. Вне закона работает и вот эта автомойка на Донской. Из имеющихся на месте документов лишь паспорт на класс отходов. Выясняется, участок в аренде – собственник земли от решения проблем устранился, считая, что его задача – только лишь платить налоги. Я арендодатель. Ко мне вопросы только земельный компетент, основание документов. А я за них не могу отвечать, а не субарендаторы. Но отвечать за себя не стали и сами представители автомойки. Скажите, пожалуйста, заняты. Походы где основания? Заняты, не видите. Нужные документы городской комиссии так и не предоставили. В любом случае, отметили специалисты водоканала, договор с данным объектом они не заключали. Да и картина знакомая. Отработанная вода здесь также стекает в канализационные люки. Вердикт – отключить объект бизнеса от воды. Если нет договора, они не имеют права пользоваться ресурсами. Контролируем эти отключения, чтобы люди самовольно не подключались. Как пример, это улица Пирогова. На сегодняшний день предъявлен собственнику штраф в размере 4 миллионов рублей. Если эти штрафы не будут оплачены, мы передадим в суд. Дальше это судебные приставы, арест имущества и так далее. Блокировка счетов. В любом случае, уплата этого штрафа, если добровольно, добьемся через суд. Руководство города в очередной раз обращается к предпринимателям и подчеркивает, что прихода комиссии дожидаться не стоит. Задача бизнесменов – вовремя обратиться в ресурсоснабжающие организации и заключить договоры. К слову, в рамках таких рейдов проверяют и наличие трудовых договоров с работниками.